Графство Кастилия Собственно говоря, сама по себе область Кастилии лежит, повторюсь, несколько к востоку от Астурии и географически она тоже начинается в предгорьях Пеленеев, Старая Кастилия и спускается вниз к югу до Эстромадуры, собственно говоря, заходя немножечко за линию реки Дуэро. По другую сторону реки Дуэро стоит, скажем, город Сипульведа, как вы можете видеть на карте. Соседом Кастилии с востока является королевство Леона, соседом Кастилии с запада королевство Наварры в этот период развития, да, соседом Кастилии с юга, разумеется, арабы, разумеется, мусульмане. Само по себе слово Кастилия происходит от латинского Кастилья замок, ну или от латинского Кастеллум замок. Первое упоминание около 800 года, это будет связано с созданием епископства Вальпуэста. Да, 804 год, а, собственно говоря, историческое имя этого региона Бордулия по имени одного из племен, живших там. Не единственного, но самого так запомнившегося, пожалуй. Название Кастилии запомнить, в принципе, очень легко, этимология тоже, если вы посмотрите, ну так, вы воскресите сейчас перед глазами герб Испании, пусть даже современной Испании, вы увидите в главном гербовом поле, в главном щите, вы увидите две четверти занятые, так вот, наискать друг от друга, замками, то есть башнями, да, трюкзубцовыми. Вот это вот и есть герб Кастилии. Соответственно, две другие четверти будут заняты львом, вставшим на дыбы, это герб Леона, понятно, по созвучию Леон, это лев. Вот, но Кастилия, это вот стало быть, от названия, от слова замок. Мифом основания, мифом об основании Кастилии становится легенда о двух судьях по имени Лаин Кальво и Нуньо Расура, которые, собственно говоря, сначала занимаются осуществлением правосудия на территории, да, а потом, помимо этого, и воюют с маврами, и отстаивают интересы Кастилицев перед Леоном, то есть это вот такие, ну, как бы сказать, отцы-основатели, да, фигуры легендарные, их существование не подтверждается, но они являются важнейшей частью мифа основания Кастилии. Соответственно, первые графы Кастилии, то есть те, о ком мы знаем хоть что-то более-менее достоверное, это только 60-е годы 9 века, да, первый граф – это человек по имени Родриго Родерикус, второй, по всей видимости, его сын, по крайней мере, Гонсало Мартинес Диас пишет, что Диего Родригес де Порселос был сыном графа Родриго, но он же, правда, и замечает, что это не точно. Но, тем не менее, вот Родриго и Диего Родригес – это два человека, о которых мы знаем, что первый из них в 860-м году, около 60-го года, заселяет Амайю, а второй, соответственно, Диего Родригес де Порселос, около 882-го года в правлении Альфонсо Третьего, и, по всей видимости, по его приказу, заселяет Бургас. Затем на несколько десятилетий мы теряем графов Кастильи, то есть мы знаем, что графы есть, что их есть много, Кастилья разделена на несколько графств, постоянно враждующих между собой, враждующих с Леоном, враждующих с Наваррой, бьющихся с Маврами, ну, такая, знаете, постоянно кипящий регион, главы которого никак не могут договориться между собой, и с одинаковым усердием сопротивляются всем вокруг, на самом деле. Такая почти война со всеми. Ситуация меняется в первой трети X века, когда власть над всеми графствами сумеет объединить в своих руках потомок рода графа Брань-Юссеры по имени Фернан Гонсалес. Соответственно, Фернан Гонсалес, основатель короткой вот этой династии графов Кастильи, вы видите, да, он правит не то с 923-го, не то с 927-го, и то ли до 968-го, то ли до 970-го, там точных дат нет, найти их сложно. Фернан Гонсалес фигура, с одной стороны, исторически достоверная, мы знаем, что он был, с другой стороны, легендарная, это один из любимых испанских эпических героев, героев национального эпоса Испании, есть отдельная поэма о Фернане Гонсалесе, составленная, правда, ближе к концу XIII века, но совершенно очевидно опиравшаяся на более ранние источники, в том числе на устную традицию. С его именем связывают объявления о независимости Кастильи, отделение Кастильи от Леона, по крайней мере, де Юре, независимость, да, этому посвящена, то есть, как это было на самом деле, никто не знает, но есть прекрасная легенда о коне и соколе, якобы король Санчо I жирный позавидовал коню и охотничьему соколу, графа Фернана Гонсалеса, и попросил его продать ему этих животных. Граф изъявил готовность подарить их своему сеньору, король отказался и настоял на продаже, тогда они ударили по рукам, обговорили цену, большую, но, в общем, приемлемую, с одним условием, если сроку королю на выплату этой цены был дан год, и было записано условие, если король не выплатит денег по истечении года, то дальше за каждый пропущенный им день сумма его долга, графа Фернану Гонсалесу начнет удваиваться. Король деньги не выплатил, забыл, Фернан Гонсалес благоразумно не напоминал, а когда через несколько лет король по какому-то поводу вспомнил о Фернане Гонсалесе, опалился на него, вызвал и пожелал наказать, Фернан Гонсалес скромно напомнил ему о том, что тот должен ему вообще-то денег. И дальше хронисты, авторы, собственно, вот этой легенды, люди, записавшие эту легенду, отмечают, что когда казначей и короля посчитали сумму, которую тот должен графу Фернану Гонсалесу, они доложили своему руководителю, что эту сумму выплатить невозможно, что даже если собрать все доходы королевства Леон за год, добавить к этому сумму всей личной казны короля, ему все равно не удастся покрыть сумму долга. И тогда подчиненные якобы посоветовали Санчо отдать графу Кастилию в уплату долга. Вот так Кастилия обретает независимость. В чуть более позднем варианте этой легенды, сохраненном в книге Фуэро Кастилии, есть замечательное продолжение о том, что когда граф Фернан Гонсалес вернулся в Бургос, в Кастилию с вестью о том, что Кастилия отныне независима от Леона, его подданные Кастильцы были настолько рады этому, что потратили время по всей Кастилии и нашли все экземпляры книги приговоров, то есть Вестгодского свода законов, по которому судили в Леоне, притащили их в Бургос, сложили в большую кучу на песчаном пустыре подле Бургоса и торжественно сожгли, тем самым демонстрируя полный разрыв, даже юрисдикционный разрыв Кастилии с Леоном, что леонские судьи не могут более судить Кастильцев, Кастильцы не подчиняются Вестгодским законам. С этим связано, понятно, обоснование одного из самых распространенных Кастильских источников права, а именно судебного прецедента, того, что по-Кастильски называется фадзанья. То есть с тех пор, пишут авторы этой легенды, Кастильские судьи судили, опираясь на свое усмотрение арбитриум юдицис да буэн альбедрио. И если их решение оказывалось успешным, удачным, то будущие судьи в последующем могли опираться на это решение, как на имеющее силу право, то есть на прецедент. Де-факто при этом, давайте уже отойдем от Фернана Гонсалеса к последнему человеку из его династии. Вы видите, династия короткая, его сын Гарсия Фернандес, внук Санчо Гарсия, заслуживший прозвище граф Добрых Фуэро, и о том, что такое Фуэро, через несколько минут скажу, и его правнук Гарсия Санчез, убитый в 1029 году, но до того, как убитый, успевший де-факто утвердить независимость Кастилии, пусть ненадолго. Смотрите, сестры графа, одна выходит замуж за короля Леона Бермуда III, вторая за короля Наварри Санчо III, то есть юридически, формально это означает, что граф Гарсия Санчез встает вровень с двумя соседними ему королями. Но, повторюсь, когда в 1029 году Гарсия Санчез был убит, графство Кастилия прекратило свое существование и было включено в орбиту в границе Наваррского королевства до 1035 года, когда по завещанию Санчо III Великого оно будет передано его сыну Фернандо, будущему королю Фернандо I Великому. Идем дальше, и давайте посмотрим на особенности демографической политики Кастильских графов. Прежде всего, Кастилия постоянно воюет с арабами, с мусульманами, постоянно. Это активная экспансия на юг, то есть дальше от гор туда, к долине Дуэро, и отсюда постоянная нужда в людях в Кастилии. Поначалу в новые поселения высаживали, выселяли, слуг и рабов Кастильских магнатов, но слуг и рабов было не так, чтобы очень много. Поэтому всегда были нужны поселенцы, всегда привлекались. Чем их привлекали? Причем далеко не только из Кастилии, вы понимаете, и франков, и из восточных земель, то есть из Арагона, Каталонии, из Запада, из Леона, отовсюду. Откуда бы ни приехали поселенцы, добровольцы им были бы рады. Чем их привлекали? Ну, во-первых, различными льготами и судебным иммунитетом. То есть, человеку, бежавшему на границу, человеку, бежавшему на границу и изъявившему желание участвовать в заселении того или иного города, прощались совершенные им преступления. Нет, надо подробнее, потому что там другие реалии, это надо объяснять. Мир 9-го, 10-го, 11-го веков – это мир без государства, в нашем понимании. Юрисдикция раздроблена. В каждом городе свои правила, свои порядки, свои законы, свое судопроизводство, кстати. И поэтому, если вы… В чем суть судебного иммунитета? Если вы совершили преступление, ну, например, в Амайе, вот, испоминавшихся городов, в Амайе вы убили человека, или вы изнасиловали девушку, или вы еще что-нибудь нехорошее сделали, если вас не убили прямо там, а могли, в общем. Если вам удалось бежать оттуда, за вами, разумеется, будет направлена погоня, но если вам удастся опередить погоню и добраться, ну, скажем, давайте для примера до Сипульведы, да, как раз только-только заселенный город, то и пробыть там какое-то время, вот, осесть там хотя бы ненадолго, то есть это не ситуация, когда погоня дышит вам в затылок. Но если вам удается пересечь границу округа Сипульведы и осесть там, то через относительно короткий промежуток времени, несколько месяцев, собственно, вас оттуда уже никому не выдадут. Вы получите полный судебный иммунитет от любого преследования за пределами, из-за пределов этой общины. То есть судить вас отныне могут только жители Сипульведы, и вы можете судить любого из них, разумеется, и только по нормам права, принятым в этой общине. А все, что остается вовне, все сгорает, как бы, да, вы платите, это ваша плата за то, что вы теперь живете на границе и подвергаете свою жизнь ежедневной опасности. Соответственно, различные льготы прежде всего речь идет об освобождении от тех или иных повинностей, от права не платить сеньору всего объема причитающихся ему платежей. Ну, какое-то время, разумеется. Именно здесь, в Кастильи, формируется городская община пиренейского типа, то, что называется consejo. Значит, вот, пожалуйста, не путайте испанское слово consejo, происходящее от латинского concilium, сходка, собрание, с испанским же словом consejo, от латинского concilium, совет. Это две разных вещи, даже не однокоренных, на самом деле, хотя и отличаются только одной буквой. Вот consejo – это территориальная община, контролировавшая в военном и судебном плане, во-первых, разумеется, подконтрольную им территорию города, но, во-вторых, территорию прилегающего к городу судебного округа, так называемую территорио. Вот это самое территорио делилось, в свою очередь, на альфосос, судебные округа, в которых уже, куда назначались конкретные мерино, например, да, или алькальды. Соответственно, члены такой общины – это свободные, равноправные люди. Вот это очень важно – свободные и равноправные. Отсюда феномен Кабайеру Сурбанус, вот это городского рыцарства, о чём я уже говорил несколько раньше. Концеха наделялись… С одной стороны, концеха были инкорпорированы в систему вассально-синьориальных связей, и чем дальше, тем прочнее они в неё врастали. Это значит, что они были зависимы от своего сеньора, будь сеньором король, или епископ, или аббат, или ещё кто-нибудь. Концеха была зависима от сеньора и обязана платить ему определённую сумму, определённые суммы по известным заранее статьям, да, но концеха обладала и элементом самоуправления, и зачастую довольно широким элементом. То есть, система управления тем самым становилась более гибкой, более лоббильной статусы концеха могли разниться от одного к другому, и зависел этот статус очень во многом от того документа, которым регламентировалась деятельность концеха. Таких документов могло быть, видов таких документов могло быть два, да. Если из наиболее ранних, из самых первых, это поселенные Хартии. Обычно очень короткая грамотка, в которой фиксируются границы основанного поселения, причём очень пунктуально, вот от такого-то столба до такого-то дерева, от этого дерева до реки, а по реке столько-то лиг, а дальше до... Ну, понятно, да, то есть, буквально каждый метр будет прописан здесь. И там же прописывались основные гарантии, повторюсь, вот те самые судебный иммунитет, податные льготы, которые даруются колонистам. В более развернутом виде и в более позднем виде поселенная Хартия перерастает или просто уступает место документу, который называется fuero, от латинского слова forum. Здесь даже само слово подсказывает, fuero, по сути своей, это договор сеньора с концехо, да, с городской общиной. Договор, в котором прописываются обязанности общины по отношению к сеньору, обязанности сеньора по отношению общины, территориальные границы, контролируемые концехо, податные привилегии и те подати, которые платятся, ну и так далее, и так далее, и так далее. Прописывается. Дальше там же прописываются уже нормы местного права, то есть, например, режим расследования уголовных преступлений на территории концехо и так далее, и так далее, и так далее. Fuero – это, собственно, живой текст, текст постоянно меняющийся, переписывающийся, и с этим связана, кстати, трудность в датировке fuero. Понятно, что у нас есть, там, самая ранняя fuero считается fuero-браньё-сэр, как раз около 824 года, но проблема в том, что когда я бы постоянно переписывалась fuero, я имею в виду чисто физически, да, с листа на лист, с одного документа на другой, значительная часть fuero дошла до нас в поздних рукописях 14-15 веков, зачастую переведенные тексты уже с латыни на старый кастильский язык, и сказать точно, в каком году было дано это fuero, довольно сложно, потому что год его выдачи, знание о том, в каком году оно было выдано, никакой ценностью для городской общины не обладало. Достаточно было помнить, кто дал fuero, кто отец-основатель города, там, Санчо Гарсиес, да, Санчо Гарсиес, тот, который играл в добрых fuero, король Фернандо I, король Альфонсо VI, кому возводится основание этой общины, да? Это с одной стороны. С другой стороны, fuero не просто переписывалось, переписывалось, дополнялось, расширялось, появились какие-то новые нормы. Каждый последующий сеньор был вынужден подтверждать fuero, да, fuero персонально ограничено всегда. Оно выдается конкретным сеньорам и действует на протяжении жизни этого конкретного сеньора. Каждый последующий должен его утвердить, а просто так утвердить было практически невозможно. Речь шла не об утверждении, не о повторении того же самого текста, а утвердить, дополнив новыми нормами, утвердить, дополнив какими-то новыми гарантиями. Потом община растет, в ней усложняются правовые отношения. Вот эти новации тоже вносятся в текст fuero. И в случае с краткими fuero они обычно просто дописывались внизу текста, поэтому можно видеть, как формировался текст, да, вот наслоение археологическое можно видеть. В этом плане очень показательно fuero, как fuero Кострохелеса. А с другой стороны, далеко не всегда можно увидеть, как это формировалось, потому что, например, в пространных fuero, насчитывавших до тысячи статей, эти нормы могли вписываться в нужные места документа. И документ расширялся для того, чтобы сравнить, понять, что было внесено позже, что раньше надо сравнить две версии документа. Но, как вы понимаете, никто ведь не хранил старых версий fuero. Не было такой опции бережно хранить все кусочки пергамена, на которых было записано наше fuero с самого начала. Нет, зачем? Хранилась наиболее поздняя, наиболее актуальная, так сказать, версия fuero. Поэтому датировать fuero, датировка fuero – это всегда интереснейшая задача для исследователей, интереснейшая и очень сложная задача. Вот, значит, дальше. Про персональный характер я уже сказал. Еще важно то, что fuero – это локальный правовой акт. Он действует в рамках юрисдикции данного консехо. Другой вопрос что? Если сеньор, выдавший это fuero, или один из его наследников, видит, что получилось хорошо, да, удачный текст получился, по нему хорошо регулируются взаимоотношения внутри общины, тогда это же fuero могли жаловать другим городам, уже просто не меняя, да, ну, заменяя только тот пункт, где описываются границы территориальные, разумеется. Вот так формировались знаменитое семейство fuero, из самых знаменитых – это семейство fuero – куэнки, пространное fuero, данное в 1177 году Альфонсом VIII, города Куэнки, да, семейство fuero – сепульведы, семейство арагонское, семейство fuero – хака, леоно-кастильское, семейство fuero – саагуна, ну, и так далее, и так далее. Это семейство fuero – толеды, еще тоже из очень влиятельных. Но помимо вот таких семейств fuero было и довольно большое разнообразие единичных fuero, не повторявшихся, а бывших в каждом конкретном городе своими. Вот этот плюрализм, эту прекрасную, такую лоскутную картину, в прекрасном смысле для исследователя, пытались преодолеть короли, начиная, ну, как минимум с XIII века. Вот один из самых ярких королей, пытавшихся это преодолеть, был Альфонсо X, и ему это не удалось. А постепенно это начинает удаваться, постепенно, очень медленно, к королям где-то с середины XIV века, с Альфонсо XI, и уже дальше туда, к католическим королям Фернандо и Изабелле. Но мы об этом отдельно с вами еще поговорим в соответствующих лекциях. Про фазангес и судейское рассмотрение я уже рассказывал, о том, что это такое, да? Поэтому здесь мы остановимся в разговоре о Кастилии и продолжим наше движение к Востоку, к Арагуну, Нававе и Каталонии в VIII-XI веках. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok